Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Козынцева. 27 октября по старому стилю, ровно 140 лет назад, в Москве в старинной дворянской семье Владимира и Ольги Семанских родился старший сын, которого в крещении нарекли Сергием в честь преподобного Сергия Радонежского. Родители мечтали о хорошей светской карьере для своего первенца, и он даже по их настоянию окончил юридический факультет Московского университета. Однако душа юноши стремилась к почести высшего звания, и всю жизнь свою он хотел посвятить служению Церкви. И мечта Сергея Семанского исполнилась, можно сказать, в большей степени, ведь спустя годы он, приняв монашество с именем Алексей и пройдя все степени священства, стал предстоятелем Русской Православной Церкви. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой представлено жизнеописание святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и заняла свое место на нашей книжной полке. Автор этой книги Александр Львович Казембек, автор многих статей, посвященных истории Русской Православной Церкви. Но особый интерес представляет жизнеописание патриарха Алексея I, так как он был ближайшим помощником и другом святейшего. В основу книги легли уникальные исторические материалы, воспоминания самого первосвятителя, которыми он делился с Александром Львовичем. «Цель наша состоит в изложении главных фактов в жизни святейшего», писал Казембек о принципах написания данной работы. В предисловии автор пишет, «Святейший патриарх Алексей I был избран на патриаршество 2 февраля 1945 года и возведен на престол патриарха Московского Евсея Руси 4 февраля того же года. В Бозе почил 17 апреля 1970 года. Патриаршество его продолжалось 25 лет, 2 месяца и 12 дней и было самым продолжительным в истории Русской Православной Церкви. Почти на 9 лет больше патриаршество первого патриарха Московского Иова, которое продлилось более 16 лет. Здесь стоит вспомнить, что Московское патриаршество было учреждено 26 января 1589 года, просуществовало до 15 октября 1700 года, когда скончался 10-й патриарх Московский Евсея Руси Адриан. Затем наступил двухвековой перерыв в истории Русской Церкви, когда она стала возглавляться правительствующим Синодом. Синод в этот период перенял патриарше титул Святейший. В августе 1917 года был созван Собор Православной Российской Церкви. 11 ноября Собор принял постановление о высшей церковной власти. Законодательная и судебная власть в Русской Церкви принадлежит ее по местному собору. Русская Церковь возглавляется патриархом, первым среди равных епископов, и священным Синодом при нем. 11-м патриархом был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон Белавин, интернизация которого состоялась 21 ноября 1917 года. Патриарх Тихон в Бузе почил 7 апреля 1925 года. После продолжительного местоблюстительства преемником его был избран 12-й патриарх Сергий Строгородский, после блаженной кочины которого Русскую Православную Церковь возглавил патриарш и местоблюститель митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий Симанский, ставший 13-м патриархом. В первый день своего патриаршества при интернизации в Московском Богоявленском кафедральном соборе святейший патриарх Алексий в слове, обращенном к избравшим его собратьям-епископам, клирикам и мирянам, а в их лице ко всей своей Всероссийской пастве, остановился прежде всего на этом преемстве в священноначале Русской Православной Церкви. «В чувстве трепетного благоговения и страха Божия, сказал он, «Вступаю я в это великое служение, ознаменованное издревле подвигами святых первопрестольников Российской Церкви и их преемников, великих патриархов и митрополитов. Духом богоугодных молитв своих они и теперь осеняют Церковь нашу и призывающих их небесную помощь преемников своих руководствует в деле правления». Если бы возможно было нам, продолжал новоизбранный патриарх, проникнуть в тайники жизни нашей Святой Церкви со всеми внешними её проявлениями в настоящее время и определить начало и развитие их, то мы увидели бы здесь следы благодатного влияния и святых первосвятителей Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и патриархов Гермогена, Никона и других, и преподобных Антония и Сергия, и прочих многочисленных работников на Ниве Божией и позднейших святителей Церкви Всероссийской, святых Митрофана и Тихона, Феодосия, Дмитрия Ростовского, также митрополитов Платона и Филарета и других в наши дни в бозе почивших иерархов до преснопамятного святейшего патриарха Сергия включительно, которые, совершив в пределе земном всё земное, вложили каждую свою долю влияния и подвига в это великое строение Божие. И вот ныне, отметил святейший, промыслом Божиим я призываюсь приобщиться их подвигу. Поистине, как некогда сказал о себе один святитель, могу и я сказать, что малой ладьёй вступаю в великое плавание. Исповедую свою немощь, своё недостоинство, но вместе свидетельствую и свою веру в действенность благодати Божией, врачующей немощное и восполняющей оскудевающей. Исповедую и надежду свою на помощь молитв и благословений великих первосвятителей Церкви Российской, и древних, и позднейших, коих недостойным преемником судил мне быть Господь. С такими словами вступил святейший патриарх Алексей I на своё великое поприще и стал для многих примером беззаветного служения Церкви и Отечеству. Впрочем, таким он был и до вступления на патриарший престол. Так, будучи ещё епископом, в тяжёлые для России 1920-е годы он прошёл скорбный путь тюрем и ссылок, преследований со стороны богоборческих властей, но остался верен Христу и его Церкви. Он отказался подчиниться обновленческому высшему церковному управлению и известной умеренностью своих суждений высказывался категорично. Обновленчество как таковое по существу не ересь и даже не раскол, как мы понимаем этот термин, во всём его объёме. Оно не более, как рабское исследование путём Верхозаветного Хама и Новозаветного Иуды. Во время Великой Отечественной войны, в период блокады Ленинграда, митрополит Алексей оставался в городе. Совершая литургии, всеночные бдения и коллективные отпевания, или читая на клиросах, митрополит Алексей фактически не покидал храма. Он постоянно произносил слова и проповеди. Не раз в храмы во время богослужения были попадания воздушных бомб и дальнобойных снарядов. При падении кирпичей, обломков и стекла службы не прекращались. Автор книги неоднократно подчёркивает, какие были благолепные церковные службы с благоговейной и возвышенной простотой совершавшихся Святейшим Патриархом с самого начала Его священнослужения, ещё с диаконства и пресвитерства Его. Когда Он предстоятельствовал за каким-либо богослужением, это возглавление сослужащих Ему клириков непосредственно и сразу отражалось на всём сонме духовенства и передавалось, как некими волнами благочестия всему церковному народу, наполнявшему храм у подножия алтаря. Кроме того, владыка Алексий постоянно обращался с патриотическими посланиями к своей пастве. Ленинградская епархия вносила большие средства на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. С именем Святейшего Патриарха Алексия неразрывно связано и восстановление Троицы Сергиевой Лавры. Почил Святейший, как я уже сказала, 17 апреля 1970 года и был похоронен в крипте Успенского собора Лавры. Если попытаться установить главные вехи в долгой жизни Патриарха Алексия, то здесь можно ясно увидеть три периода. Первый — 36 лет до епископства. Второй — 32 года до патриаршества. Третий — 25 лет патриаршества. Это подразделение соответствует и исторической периодизации этой замечательной жизни. Первая эпоха, включающая детство и юность патриарха, вся протекала в условиях дореволюционной русской жизни. Вторая — совпала с кризисом русской церкви в период становления новой государственности в нашей стране. Третья — соответствовала стабилизации церковной жизни, в которой личное участие Святейшего было центральным фактором. Во все периоды своей жизни отношение патриарха к окружавшей его действительности было основано на смиренном преклонении перед неисповедимыми путями промысла Божия и на покорности воли Божией, которая могла бы быть образцом для всех церковных людей. Об этом и многом другом рассказывает автор на страницах этой книги. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.